Мусульмане республики готовятся к началу месяца Рамадан. В мечетях устанавливаются шатры для коллективных ифтаров, благотворительные фонды готовятся к организации масштабных акций для нуждающихся. Об этом и не только в сюжете Мухаммада Амарова. Шатры Рамадан во дворе Джума-мечети скопнуло очень много людей, и из-за этого проходили какие-то неудобства. В этом году плов для постящихся, как в шатре Рамадан, как и во дворе Джума-мечети будут развозиться на специальных тележках. Это сделано для удобства, для того, чтобы люди не скапливались, чтобы каждый мог получить порцию плова, спокойно отпустить ифтар. Коллективные ифтары станут удобнее. В шатре Рамадана увеличат количество посадочных мест до 600. Всего на территории Джума-мечети каждый день священного месяца будут отпускать пост более 3000 человек. Также мы проводим акцию «Ифтар на дорогах». Благодаря волонтерам даем воду, финики, чтобы они могли в самых таких значимых местах города могли раздавать людям, которые находятся за рулем, чтобы те могли провести ифтар. Также будет ифтар проходить и в колледжах, в институтах города. Полным ходом идет подготовка и в строящемся духовно-просветительском центре имени пророка Исы. Здесь ежедневно будут разговляться до 15 тысяч человек. Сейчас студенты-волонтеры приводят в порядок территорию строящегося объекта, подготавливают посадочные места для прихожан. Мы готовим все условия, чтобы человек отдохнул, получил барракад информационного выступления, алимы, нашиды, зикру, разговения. Для детей мы хотим сделать небольшой участок аниматоры. Мусульманские богословы отмечают, коллективные ифтары объединяют верующих. В месяц Рамадан важно с пользой провести каждый его день, уделять больше времени богослужению и близким. Рамадан – это месяц, когда люди хотят больше творить. Добро отмечают сотрудники благотворительных фондов республики. И потому они уже готовят масштабные благотворительные акции для нуждающихся. Мухаммад Амаров, Руслан Салихов, Саид Магомедзавь, Исуп Гази Амаров. Время новостей.